23 марта – памятная и скорбная дата в истории нашей малой родины. Ровно 75 лет назад была освобождена станица Славянская от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в городе прошли торжественные митинги и праздничные мероприятия. О том, как Славянск на Кубани встретил юбилейную годовщину своего освобождения, мы обязательно расскажем в следующем выпуске новостей. А сейчас мы предлагаем вам вспомнить хронологию событий холодного мартовского дня 1943 года. Кубань была чрезвычайно важна для гитлеровцев из-за своего стратегического положения, а также и потому, что она омывается водами двух южных морей богато природными ресурсами. Немецкие войска организовали здесь очень серьезные рубежи обороны и отчаянно сопротивлялись неудержимо наступающим советским войскам. Но захватчикам не удалось остановить наше наступление. В район западного берега протоки был превращен в настоящий оборонительный рубеж. Здесь были и окопы полного профиля. Здесь все хаты были превращены в опорные пункты. Из окон были выставлены пулеметы. Между строениями врыты в землю были танки. Мощный рубеж обороны было необходимо преодолеть, несмотря на то, что все подступы к нему были как на ладони и простреливались врагом. Неоднократные попытки наших солдат, наших бойцов преодолеть эту реку, натянуть переправу тросом, приводили к многочисленным потерям. И атаки захлебывались практически одна за другой. Самой успешной атакой была атака в ночь с 22 на 23 марта 1943 года. Для того, чтобы дезориентировать фашистов, применялась такая военная хитрость, как организация ложных переправ. Но все-таки главными козырями наступающих были одновременная атака с нескольких направлений, сила удара и горячее желание победить. В 9 часов утра 23 марта 1943 года станица Славинская была уже освобождена от немецких войск. Потому что, держась до последнего, как я уже говорила, под натиском наступающих сил с севера и с юга в районе вокзала железнодорожного, и в результате форсирования реки Протоки с востока, получается, немецкие части вынуждены были отступать. Сколько бы лет ни прошло со времени освобождения, благодарные славянцы будут хранить память о тех славных событиях, воздавая должное солдатам победы, освободителям. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok